Напомню, о чём мы говорили, читая первые четыре части его введения. У него каждый раздел делится ещё на параграфы. Мы четыре параграфа уже прочитали. Ну и мы видели, с одной стороны, сами понятия, вот эти верования и мнения, которые по-разному, конечно, можно передавать, насколько эти русские термины хорошо передают эти понятия, отдельный вопрос. Но мы поняли, что речь идёт о том, что человек может придерживаться либо истинного мнения, либо ложного мнения, или колебаться между ними. Но придерживаясь того или другого мнения, он может придерживаться его либо сильно, либо слабо. То есть это есть ещё некий уровень веры, верований. И вот, собственно говоря, идеальный вариант, которого можно достичь, и в этом, собственно говоря, с точки зрения сайта, состоит задача его книги, и религиозная задача иудея состоит в том, чтобы иметь истинную точку зрения, но и, кроме всего прочего, ещё и быть в ней совершенно твёрдо убеждённым. И у нас вот этот синенький шарик, да, он как раз в этой схемке это символизирует. А пишется адисовое произведение для тех, по большей части, да, кто является либо жёлтеньким, либо зелёным. Те, кто утвердились во лжи, неизвестно, пытается ли он их куда-то, так сказать, разубедить и так далее, может быть и да. Но если для Зелёненького, то есть того, кто придерживается истины, но не очень в ней уверен, эта книга, безусловно, поможет. Но возможно, что главный всё-таки реципиент, главная аудитория в этой книге – это вот эти самые жёлтенькие, то есть колеблющиеся. На этом я подчёркиваю этот момент, потому что, в общем-то, мы будем сравнивать это с аудиторией или с теми, для кого пишет Маймонит. И на первый взгляд иногда так и переводят. Путеводитель колеблющихся или наставник колеблющихся. Здесь есть о чём поговорить. Мы поговорим об этом, когда будем говорить о Маймоните. Мы говорили также о определённом влиянии, о посредованном влиянии каких-то идей античного образования, где начинаются всё основные предметы – это грамматика, логика, риторика, а затем уже, собственно, настоящие предметы. И у Саади мы видели, что это похожим образом организовано, только неизвестно, из какого источника он берёт. Начало со звуков. Вот это, так сказать, классификация звуков. Звуки просто так, звуки, производимые за живыми существами, звуки, производимые людьми, наконец, осмысленные. Вот эта иерархия звуков, она, конечно, не в античных источниках, я, по крайней мере, не помню, где бы была подобного рода идея, идея сортировки звуков. А дальше, когда речь заходит о следующих уровнях, то это, собственно говоря, то, что относится к логике, и Саадия говорит о том, что необходимо последовательно двигаясь и продолжая сортировать так же, как мы сортируем звуки, сортировать связанные высказывания, необходимо прийти к необходимым утверждениям. Извиняюсь, от автологии необходимо прийти к необходимым утверждениям. Необходимые утверждения – это утверждения, истинность которых доказана, и они не подлежат сомнению. Собственно говоря, к такого рода необходимым утверждениям, по его мнению, мы и должны, в конце концов, прийти. Но в отличие от философских задач, которые ставят перед собой те, кто изучает мир, именно греки, для Саади – это задача религиозная. То есть вот этот приход к необходимым утверждениям – это приход к тем утверждениям, которые на самом деле согласуются с основными положениями теологии. Какой теологии? Как-то ни странно. Теологии Калама, как мы говорим, да, рационалистической арабской теологии, которая, вообще-то говоря, носит отчасти, как мы уже говорили, универсальный характер, потому что доказывается существование Бога, Его единственность, Его справедливость и необходимость человеку вести себя соответствующим образом. Бог наказывает, Бог награждает – это тоже одно из положений. Вот такого рода положения, собственно говоря, Саадя стремится сделать необходимыми, необходимыми в логическом смысле. То есть есть вероятные утверждения, есть невозможные, а есть необходимые – те, что следуют с необходимостью. Хорошо, это мы слегка вернулись к тому, что мы уже прочитали. И дальше мы продолжим с пятого параграфа, где он говорит следующее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!